Сегодня открываем посылку из Краснодарского края с хоями. Долгожданная посылочка. Ехала она 6 дней. Посмотрим в каком состоянии растения. Посылка была первым классом. Это авиадоставка. Вот такие две коробочки. В одну коробочку сказали не уничтилась. Хои приехали из Новороссийска. Новороссийска чудесного города. Я там была один раз. Очень красивая набережная. Давайте смотреть. Здесь у нас Лаконоза Скимо. Карноза Грейгост. Все отлично упаковано. Смотри, какие красивые листики. Сейчас все будем открывать и смотреть поподробнее. Макрофила Pot of Gold. Вот такой вот листик. Маригатный сорт. Очень красивые листики. Чуть попозже запишу видео, как я буду их укоренять. Для этого я даже купила вторую себе тепличку. В одной у меня Бугенвильи укореняются, а в второй будут Хои. «Оп-оп-оп». Так, все заклеено. Оксаночка, конечно, молодец, спасибо ей большое. Отлично все утеплила, завернула. Пакетиков много. Как я сказала, у меня постоянно пополняется коллекция Хои. Это первая у меня большая посылка такая с Хоями. Со дня на день планируется получение еще посылки из Московской области. Тоже вам покажу, что приедет. Вот такой коробочек счастья ко мне приехал. Лаконоза эскимо, пока из пакетика не буду поставать. Бригадные листики и замечательный черенок. Далее у нас приехал, наверное, Гост, Карноз Грей Гост, все верно. Такой вот листик серенький. Я очень искала этот сорт. Очень нравятся эти листики серебристые. Креации. Листик подвял. А это графилом. Фото вгол. Чуть-чуть потерял упругость, но в принципе еще выглядит хорошо. хорошо. Дальше смотрим. Это у нас Каудата. Да, Каудата мне очень нравятся. Такие листья с мраморным окрасом. Посмотрите, какая красота. Просто восторг от этих листьев. Шикарные. Каудата хорошо все вроде чувствует. Такая твердая. Огромная веточка дисхидиавата. Красивые листики с прожилками. Много воздушных корешков. Я думаю, проблем особых ускоренений не должно быть. Сиарая. Не знаю, как правильно называется сорт, как правильно читается. Выглядит он вот так. Листики помялись, но достаточно еще плотные. Думаю, все будет хорошо с этим сортом. Очень длинная ветка. Багетти. Да, листья действительно крупнее, чем у кентианы. По-прежнему плотненькие. Темные листики. Очень хорошая веточка. С воздушными корешками. Вот такая вот красотка. Дальше смотрим. Это у нас томатоенсис. Это так вроде называется. Листик с прожилками продольными. Тоже хорошая веточка. Вроде бы немножко сморщился, но не критично. Дальше это у нас фича бонусом пришла. Интересные листики. Веточка достаточно крупная. О, это сорт, за которым я гоняюсь уже долгое время. Карноза триколор. Шикарная. Просто шикарная хоя. Посмотрите на эти листья. Это что-то. Это произведение искусства. Смотрите, тут три цвета. Триколор, да. Салатовый, белоснежный. Такие немножко с кремовым оттенком. И темно-зеленый. Великолепный цвет. Просто вообще красотень. Уже не терпится это все посадить. Замечательная хойка. Кстати, листики очень упругие. Тургор не потерял. Это у нас обскура. Обскура хорошо себя чувствует. Ничего не помялось. Не сморщилась. Посмотрите, все отлично. Хорошая очень веточка. Лагиорум. Такой вот вытянутый листик. В принципе, состояние хорошее. Дорогу пережил без проблем. Это вертицилата вариегата. Вот такой вот красивый листик. Тоже, можно сказать, трехцветный. Обовата вариегата. Иногда на форумах пишут, что листики становятся похожи больше на керри, на сорт керри, такими сердечками. Ну, что-то в этом есть, посмотрите. Можно сказать, что что-то между кругом и сердечком. Очень похоже на керри. Красивая варегатная коечка. Очень плотные листики. Как будто она и не была в дороге в отличном состоянии. Это Ронгсан. Тоже давнишняя моя хотелка. Посмотрите, какие листья шикарные. Изумрудные. Изумрудные пятнышки на темно-зеленом фоне. Очень красиво смотрятся. Шикарные. Листики плотные и тоже отлично чувствуют себя. Ну и куда же без Австралия с Лизой? Листики чуть-чуть стали мягкими. Вроде бы нормально все чувствуются. Самые молодые листики мягкие. А так все хорошо. Итого получилось 17 сортов Хой. Вот такие красавицы приехали ко мне от Оксаночки. С побережья Черного моря. Мне даже на секунду показалось, что пакетики пахнут прямо морем. Запах морской воды. Будем теперь в следующем видео записывать, как я буду сажать Хой. Для этого прикупила себе огромный контейнер, куда все поставится. Ну и все, оставайтесь с нами. С вами была Ирина Денисова и ее цветы. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok